привет мои котики девочки у нас будет такая вот повторная тема как привлечь деньги в свою жизнь с помощью магии девочки и это будет даже не просто такая какая-то тяжелая артиллерия тяжелая магия церемониальная нет я не буду тут именно здесь советовать например какой-нибудь такой вот ритуал там на кладбище или еще где-то мы с вами сделаем то что можно с чего начать как можно привлечь их в свою жизнь но сразу тут надо сделать такую небольшую оговорку небольшую девочки болтал куда каждому человеку деньги идут по-разному все зависит от того какому типажу людей вы относитесь да надо вот в общем и целом посмотреть свой рот на вскидку и посмотреть были у вас богатые родственники либо не было и вот если у вас где-то как говорится вот вашем роду принято что должно быть много денег деньги к деньгам девочки если вы все-таки с такого рода где в принципе не особо много денег было да то именно если вы у вас например какой-то определенный упадок вы можете себя вывести на определенный уровень да но если будете прыгать как говорится выше головы то тут надо чтобы снизу лежала большой матрас девочки на самом деле потому что некоторые вот вы заметили некоторые бизнесмены там очень успешны такие например художники очень успешны а некоторые но вроде бы талантливые все но что-то у них с деньгами вообще никак либо середнячок и все это можно подвергнуть корректировки и мы сейчас рассмотрим с вами такие два сигильных метода корректировки этого денежного канала у меня кстати есть уже на канале видео про то как использовать тот же доллар да для привлечения денег в свою жизнь но я уже не особо буду повторяться но вот как раз опять взяла такой вот доллар для того чтобы вам показать деньги они имеют свою специфическую энергетику и с эгрегорами религии примеру деньги совершенно не связаны у них свой эгрегор понимаете и если вы хотите иметь привлечь много денег свою жизнь чтобы деньги шли к деньгам чтобы они липли к вам к рукам до чтобы в вашей жизни решали ваши проблемы какие-то определенные и чтобы вы не нуждались вообще ни в чем да и закрывали свои потребности девочки чтобы не было вот такого нужды то вот главное чего чтобы не было главное чтобы не было нужды поэтому если вы будете у бога просить до либо у дьявола просить у кого угодно то что чтобы вам дали денег вам другие эгрегоры этих денег не дадут для того чтобы к вам шли деньги просить деньги нужно у денег да и тут есть один такой момент знаете где-нибудь слышали про масонов да много про эти знаки которые на долларе нарисованы кстати можете посмотреть просто даже в интернете за тайные знаки на долларах да есть много всяких видосов про доллары про масонские знаки какие-то это как раз таки эгрегор денег девочки понимаете это денежный эгрегор и многие говорят фу 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 типа масонский эгрегор чё к нему обращаться да ну пусть фукают пусть фукают независимости того какому вы эгрегору относитесь вы можете брать этот универсальный эгрегор использовать его в своей жизни тоже для того чтобы не просто там немного залатать дыры в карманах да а для того чтобы действительно нормально наладить свой денежный канал самостоятельно понимаете вывести его на тот уровень который у вас должен быть должен быть у вас несмотря ни на что его смотрите держу я это доллар обратите внимание самый главный знак который привлекает деньги девочки он находится слева видите вот этот знак пирамида все и всевидящее око мои дорогие так что всевидящее око это то что не то что даже привлекает деньги в ваш к вам до липнет липнуть деньги именно к вам там большие деньги непонятно что они будут просто этот эгрегор будет с вами работать напрямую он будет вам как говорится помогать брать вам то что вам должно принадлежать чтобы из вы занимали ту ячейку до которой вы достойный а многие из нас реально да они достойны видно по нему что человек он действительно должен жить хорошо а он хорошо не живет да и очень часто я например в своей магии получается после каких-то определенных чисток начинается вот эта работа с денежным каналом и она у меня всегда начинается именно со всевидящим оком именно с масонским эгрегором хотя вот знаете иллюминатский этот масонский эгрегор это как вам сказать но это такое название на любителя да на самом деле но если взять деньги в целом бумажные монеты да обратите внимание почему деньги монеты делают металлические деньги делают круглыми а почему именно бумажные деньги квадратными точнее не квадратными а прямоугольными да почему рисуют определенные знаки не просто там циферку какую-то и водные знаки да а именно какие-то вот эти вот знаки все вот все на деньгах знаки это знаки эгрегора денежного понимаете и вот эти эгрегоры они как руны да как карты таро как сигилы они должны быть первым делом начертаны у вас чтобы он действовал девочки поэтому мы будем это использовать рисовать это всевидящее око и обратите внимание он тоже в кругу как сигильчик да но так как мы его деньги они работают сами по себе и обратите внимание на одном долларе да тот доллар начальная единица это в карта таро карта мага понимаете старший аркан 1 не с нуля все начинается в денежном эгрегоре с карты первого старшего аркана с мага поэтому мы сейчас с вами разберем два сигила которые вы можете использовать своей жизни для того чтобы наладить свой денежный канал чтобы деньги шли ваши деньги ваши деньги принадлежащие вам до пришли к вам и вы их использовали так как они должны быть использованы для этого вообще я например против того чтобы деньги копить девочки да накопление денег это сразу ведет к каким-то неудачам деньги должны работать денежный поток должен постоянно плыть плыть и плыть если вы возьмете будете зарабатывать деньги получать зарплату на работе и например просто тупо копить его на первом месте у вас будет копление до денег накопление какое-то то это не накопление капитала понимаете ваша дома какая-то кубышка это копление но не накопление материала материальных благ понимаете поэтому девочки первое что мы ставим мы ставим себе цель на что мы будем тратить эти деньги понимаете не если вы будете говорить о хочу заработать миллион да это не чему не приведет вы должны уже точно знать куда вы этот миллион потратите то есть свои цели пересчитать их да то есть я хочу купить дом посмотрели в объявлениях дома почем стоят выбрали тот который вам понравился посмотрели на его цену все цену у себя в памяти зафиксировали то есть вам нужна эта сумма денег на что на дом да и так деньги будут идти если вы будете просто ну я не знаю сколько я хочу да но я хочу много денег она можете даже просто это не рассчитывать что вы получите даже свои деньги вот такие вот дела поэтому девочки для привлечения денег мы по денежному эгрегору по масонскому эгрегору где-то по масонскому эгрегору да то есть масонских лож достаточно много существует у них там свои тоже и ритуалы обряды и ничего там только нету но я просто вам даже говорю определенные азы хотите почему именно доллар даже если доллар не ходит в вашей стране да это не имеет ничего такого никаких проблем из-за того что даже даже доллар это такая вот очень твердая валюта да и в принципе даже какая бы у вас валюта не ходила она тоже это такой мини под эгрегор да это подкаст такой так вот если вы будете надеяться на подкаст да то тут надо больше корректировок согласно тому где вы живете как вы живете да в том ли месте вы живете на данный момент в хорошем ли вы вместе живете на данный момент удобно комфортно ли вам находиться да на какой вы работе работаете вот как бы вот этот под эгрегор когда вы хотите например гривны рублей или еще что-то это все надо корректировать больше под под себя но если взять самую как говорится твердую валюту да мы берем доллар и мы берем и один доллар мы берем вот этот карту мага то есть вы можете носить в кошельке доллар девочки до доллар именно для того чтобы у вас был вот этот вот треугольник можете вот кстати его трогать некоторые говорили как это там знаете может кто не хочет можете этим не пользоваться ради бога да идите как говорится деньги сами зарабатываете я говорю для тех кто хочет действительно деньги привлечь свою жизнь девочки просто берем большие пальцы это самое главное до большими пальцами иногда просто трем это мы должны просто даже и загадывать тоже сколько вы денег хотите и этот глаз он должен у вас всегда присутствовать в жизни чтобы он присутствовал чтобы вы приняли эту энергетику это кто-то другой рисовал то вы должны нарисовать это сами вот смотрите у меня есть такие вот черные карточки на которых я рисую сигилы да вы можете обрать обычный лист а4 можете взять кстати ту валюту да то 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 какую-нибудь денежную единицу которая ходит у вас которая вам особо не нужна да и берем девочки либо какой-то черный маркер можно ручку взять до ручками шариковыми тоже кто рисует но я так просто для красоты и я так люблю рисовать вот контуром вам нарисую на черном на черной карточке в общем первое что мы рисуем это девочки мы рисуем с вами эгрегор денег для себя рисуем треугольник вот это треугольник внутри треугольника рисуем глаз можно века ну кто как видит может кто-то реснички хочет нарисовать вот это ваша эгрегор эгрегор это ваша точка отправная куда будет вот я ее даже нарисовала это уже нарисовала точку для того чтобы деньги эгрегор денег видел меня вот например в той же в том же христианство христианстве да что является правной точкой это молитва правильно обращение к богу в каких в ритуальной магии мы например либо нож куда-то втыкаем либо еще что-то вот делаем первым делом да мы произносим какой-то заговор или еще что-то вот первая отправная точка вот это деньги они графичны по своей сути да это цифры это изображенные цифры девочки и обратите внимание что вот рисуете просто глаз девочки его надо нарисовать от руки самим нарисовать на такой вот какой на картонке какой-нибудь да просто рисуйте глаз можете нарисовать ну нет на долларе уже он нарисован да но можете сами нарисовать например на дублировать дайна ненужном долларе но тот который вам не жалко не жалко чтобы использовать чтобы вот был вашим амулетом в кошельке да вы просто на этом долларе рисуете точно такой же знак понимаете можно его ввести но ввести это такая копия будет надо чтобы вот ваша энергетика ваше видение наслоилась то есть мы примерно придерживаемся размеров и мы рисуем понимаете рисуем треугольник а в треугольнике рисуем глаз но круг не рисуем понимаете круг это уже такое это именно к эгрегору относятся самих денег а для того чтобы привлекать мы не должны рисовать этот круг 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 мы можем уже вокруг этого нарисовано вот вы получили какое какие-то деньги да заработал вы поняли что это пришло вам больше чем вы например хотели то чем вы ожидали вам пришли денежки сразу свой глаз мы обводим в кружочек да и дальше мы цепляем дальше цепляем энергетику денег вот я нарисовала берем девочки обычную желтую свечу но я вот взяла уже половинку свечи использованы для того чтобы вам показать как говорится это видео мы девочки призываем деньги еще берем зажигаем просто тут немножко чтобы стояла и в глаз середину глаза ставим вот эту вот эту свечку это у нас из горизонтальной из горизонтального положения в вертикальное положение да и вправо и влево и слева и справа и сверху и снизу и снизу сверху понимаете вот уже создается такой мини эгрегор денежный ваш эгрегор то есть что мы сначала делаем мы сначала рисуем глаз где угодно на на листочке каком-то да на какой-нибудь картон очки желательно для того чтобы можно было свечку поставить до либо на самом долларе вот если у вас есть доллар да прям на самом глазу рисуем но без круга и ждем приход денег и вы должны что такое магия даже до экстрасенсорика вы должны почувствовать то что вам пришла сумма ни с того ни с сего может долго дали ли еще что же деньги неожиданные когда приходят к вам неожиданные деньги то тогда можно без свечки ну это может но я вам уже такой знаете более продвинутый такой вариант даю сразу рисуем круг замыкаем его откладываем это рисуем следующий глаз либо например девочки надо еще вот зажечь свечу и со свечой как говорится чтоб она погорела пока она горит до глаз горит знаете такое выражение горит глаз глаза горят так вот она у нас должен работать и грегор глаза и грегора работать всевидящее око это активация такая еще второй вариант тоже вот кто любит руны семей наверное любимая руна девочки кто пробовал кто не пробовал до руна феху руна феху тоже очень успешно как говорится привлекает деньги вашу жизнь но не всем руна феху например подойдет да то есть если вы находитесь например это я уже там кто занимается уже магией скажу да есть такие которым вообще руны не подходят есть такие которые у руны как-то по боку да но можете попробовать можете использовать руна феху ничего плохого никогда не сделает но просто нарисовать этого мало нарисовать и руну это этого мало ее надо активировать активируются руны очень хорошо если вы капните туда конечно же немножко своей крови понимаете с пальчика надо кровь кровь девочки ну тут и я не буду говорить другие а можно без крови нельзя девочки без крови да но так как я видео не могу вам показать это я говорю именно про денежные грегор да кто активирует руны для каких-нибудь своих других ритуалов там руны можно по-разному активировать там сильнее не сильнее по-разному да руна феху с кровью вашей тоже активируется но так как я сейчас в видео девочки палец колоть не буду чтобы вам плохо не было да кто боится крови все остальное я взяла просто вот сломала свечечку наполовину вот чтобы фитилек такой копытцем был да и подожгу и это будет у меня как будто о видите как быстро у меня кровушка пошла как будто бы я свой палец проколола да и тем самым активировала руну если у меня активированные девочки руна феху да есть и и вот так вот немножко покровили как говорится она на руну феху все она активирована девочки и она будет вам приносить деньги но откуда феху берет деньги и несет ее в эту жизнь до вашу жизнь куда кстати обратите внимание что интересный получился этот отливка какая да вот можете даже понять работает у меня руна феху девочки или не работает как вы думаете красивенько было так в общем кто-то может попробовать феху посмотрите как она будет действовать кто-то может использовать всевидящее око посмотрите как а будет работать у вас да у меня есть большая руна феху и девочки еще такой момент да руну феху если вы будете покупать уже кем-то нарисованные размноженные все остальное в них как-то меньше силы на самом деле вот все что вы делаете своими руками да оно намного намного лучше и вот даже обратите внимание что матери очень часто пишут заговоры своим детям там ложат какие-нибудь записочки такие охранные записочки да написанные от руки написанные мамой да то есть по пуповине связывается то же самое с любой магии которую вы хотите использовать все что создано вашими руками да оно будет иметь большую силу для вас чем например какие-то размноженные моменты размноженные какие-то варианты там рун третьего глаза или еще что-то но это не касается денег девочки понимаете на деньгах это вот это вот всевидящее око оно приносит деньги она открывает вот этот денежный канал заставляет его работать понимаете и если вы еще будете пытаться копить девочки да вот используя вот ну про руну феху я сейчас не скажу я скажу именно за за глаз всевидящее око да вот если вы все видящее око оно от многого чего она не только для привлечения например денег в вашу жизнь до всевидящее око она очень много где используется все видящие око это название больше масонская но на самом деле она еще древнее чем хотя бы самопонимания что кто такие вот эти масоны почему масон его основы тупой богаты обратите внимание да потому что они очень хорошо умеет пользоваться вот этим эгрегором. Он у них, как говорится, на первом месте. Деньги не должны лежать. Деньги должны двигаться. У них должны, как говорится, ноги быть. Вы должны знать, на что вы хотите потратить деньги, стремиться к этому. Ещё, девочки, я уже говорила тоже об этом способе. Может, вы пользуетесь, может, нет. Я наступаю на люки на колодцах. Люки на колодцах. Круглые. Обратите внимание. И вниз получается. Там какая-то пустота. Но я загадываю, например, то, что я хочу. Я не то, что... Не всегда деньги загадываю. Там, например, мои какие-то желания на ближайшее будущее. Либо я чего-то боюсь, нервничаю или ещё что-то. Я, например, хочу... Ой, хочу доехать хорошо. Или хочу, чтобы у меня там ничего не сломалось. Или ещё что-то. Всё сбывается. Ну, такие... Если вы хотите загадывать на люках деньги, девочки, не больше 30% от того, что вы сейчас имеете, да. На люки можно ещё наступать для того, чтобы кто-то, например, признался вам в любви, да. Это... Где-то я вам скажу, что когда я наступаю на люки, что касается любви, да, это где-то сбывается в течение двух недель. Ну, 13 дней, девочки. А насчёт денег. Хотите премию, да, просите премию. Там плюс 30%. Ну, примерно, да. И вот деньги будут к вам всё равно идти. Люки, они работают. Также работает Всевидящий Око, и также работает Рунафеху. Это самые простые способы. Они не то, что самые простые, да. Это у меня, как говорится, просто главное правило. Если мне, например, что-то надо, да, я делаю вот это, девочки. И вам, как говорится, советую. И насчёт, например, того же числа 13. Вот я даже тоже положила вам здесь доллары, пятёрочку, да. Обратите внимание, да, тоже на все эти знаки. Вот просто интересно даже, чтобы вы, если вы хотите разбираться в знаках и магических, и в то же время масонских, то, что является эгрегором денег, да, обратите внимание, сколько тут колонн? 12. Видите, 12 колонн тут. А почему не 13? А угадайте, кто 13 колонна? Посредине стоит, видите? И тут вот эти вот все знаки, они есть на тех же долларах. Даже на других валютах вы тоже можете в интернете вот посмотреть. Много кто уже этим занимался, чтобы не повторяться, там ещё какие-то исследования не проводить. Я вам просто скажу, что вы можете посмотреть на каждой валюте. На валюте вашей страны есть тоже вот эти вот масонские знаки, эгрегорные знаки, денежные, понимаете, знаки, которые именно делают вот этот оборот. И нам надо, девочки, не копить просто на что-то в кубышке. Это не работает. Работает именно оборот, девочки. Но не даём в долг, а оборачиваем деньги сами. Понимаете? Сами, как говорится, магичим. Оборачиваем, делаем оборот сами. В долг не даём. Если вы даёте в долг, вы сразу, я вам сразу говорю, что вы делаете себе плохо, вы этот себе канал денежный просто убиваете в хлам вот этими долгами, которые, когда вы из жалости кому-то что-то даёте. Деньги в долг давать нельзя, потому что вы таким способом нарушаете свой денежный канал. А почему у вас вопрос возникнет? Ну, банки же деньги в долг, кредиты дают. Так банки и есть. Понимаете? Они настолько защищены, да, вот даже этими эгрегором денежным, да, что они на этом даже зарабатывают. А если вы дадите в долг, вы заработаете ли вы что-то или нет? Это ещё большой такой вопрос. Так что если вы хотите, чтобы ваш денежный канал работал, мы не даём в долг, девочки. Мы рисуем Всевидящее Око, либо мы рисуем Руну Феху, кому что нравится. Есть ещё тоже много разных способов. Симароны есть, да, для привлечения денег. Тоже интересные такие шуточные упражнения, но вот где-то они вот тренируют именно, да, вот эти вот способности. Либо на долларе, девочки, можете нарисовать тоже и посмотреть. И как только, как только вот этот глаз отработал, для того, чтобы дальше и дальше развивать это, чтобы канал работал, как деньги вам придут, всё, задую эту свечку, как деньги придут, какие-нибудь, да, неожиданные, неожиданные, просто рисуем вокруг глаз, глаза круг, всё, мы запечатали это. Насчёт Руну это не касается, да, только вот Сигилов. Нарисовали круг, куда-нибудь отложили. Берём там следующий листик и рисуем следующий глаз. Глаз, который дальше будет привлекать не какие-то чужие деньги, девочки, да, а именно ваши. Ваши деньги, которые должны вам идти. А понять ваши ли это, ваши деньги, которые будут идти вам неожиданно, да, но вы этого, как говорится, как в рекламе ВЛО, да, вы этого достойны. Всё, девочки, вот такой был рецептик небольшой. Попробуйте, не стесняйтесь, как говорится, да, пробуйте, всё в этой жизни надо пробовать, да, и магия. Если бы она не работала, о ней бы никто не говорил, понимаете? И она бы не пережила столько тысяч лет, если не миллионов на нашей земле. Вот так вот. Пока-пока. Желаю, чтобы у вас было очень много денег, денег, которые вы заслужили, деньги, которые вам достойны, чтобы вы решили все свои проблемы. Правда, не всё решается деньгами, да, любовь и здоровье за деньги не купишь. Ну, теоретически вроде бы не купишь, да, но деньги очень много, что значит в нашей жизни. Если мы не будем, и мы будем говорить, деньги – это зло, это говно, нафиг оно надо, я более такой духовный человек, а деньги ничего не решают. Да, девочки, они помогают нам жить. Этот эгрегор, который находится рядом с нами, да, если вы не в эгрегоре, тех же там денег, да, то есть вы считаете, что вам деньги не нужны. Кто сказал, что этот эгрегор, который находится рядом с вами, об этом эгрегоре находятся люди, которые находятся рядом с вами, да, и он не будет на вас влиять. Будет. Поэтому, как говорится, с этим эгрегором лучше дружить. Вот такое вот видео было. Всё, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok